И еще один новый комитет, комитет по защите бизнеса от незаконных действий силовиков, проанонсировал премьер Гройсман. Как эта структура поможет предпринимателям, которые жалуются на постоянное давление со стороны правоохранителей, расскажет Богдан Вербицкий. Их просто замучил резномонетные правоохранные органы. Давление на бизнес со стороны силовиков, главная тема заседания правительства. В кабине признают, принятый осенью закон о запрете силовых обысков на предприятиях работает не в полную силу. В правительстве настаивают, нужно довести дело до конца. Торгуют, условно говоря, канцелярскими товарами, а им влаштовывают маски шоу-стоп. Препятствует развитию малого и среднего бизнеса и коррупция. Но эта проблема глобальная для Украины. Помочь с его решением должен закон об антикоррупционном суде. Маю великую надежду, что парламент объединяется и в четверг ухвалит в первом читании этот закон, что даст возможность працевать его до остаточного ухваления. Бороться с коррупцией призывают на всех уровнях. Для этого сотрудничают с общественными организациями. Те признаются, коррупция есть везде. К примеру, в медицине. Сейчас в сети можно найти сотни предложений об оформлении липовых больничных. Говорили о тарифах. Снизить их пока не удастся. Сначала необходимо увеличить долю газа собственной добычи. А пока нужно учиться экономить. Для этого в правительстве запустили программу теплых кредитов. И тут вопрос энергоэффективности и вообще эффективности выходит на передний план. Правильные заходы по энергосбережению могут сделать рахунок каждой украинской семьи в 2-3 раза меньше, чем он есть сегодня. Следят в правительстве и за тем, как местные власти борются с последствиями непогоды. Чиновникам в регионах пример напомнил об ответственности. Богдан Вербицкий, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.